Так получилось, что с того момента, как я познакомился с вами, Игнатий Тихонович, я знаю, что вы дифирамбов не любите, но потерпите, у меня стало меняться мышление, то есть серьезное отношение к Слову Божьему. Читать стал Библию, на русском, в нашем языке, понимая ее. А понимаешь Библию, начинаешь вдумываться, что говорит царь Соломон, какие советы дает, далее какие советы дает апостол Павел, в конце концов какие советы, какие заповеди нам оставил Спаситель. К чему это привело? Привело к тому, что происходит переоценка ценностей. Для меня раньше было большое удовольствие поехать куда-то в горы, там побездельничать, походить, побродить. А теперь, такого удовольствия я не испытываю, видя сколько много трудов положено в этой земле, в Потеряевке, сколько много сделано добрых дел. И чтобы я знаю, что люди трудятся на благо своих семей, на благо своей родни. И не позволяют себе бездельничать, как мы порой бездельничаем на курортах, в домах отдыха, еще где-либо. Просто теперь стало непозволительной роскошью тратить время свою пустую, бесплотно. Отсюда вывод, отсюда вывод, что встречи с людьми Боговдухновенными, говоря так, с кем поведешься, того и наберешься. Приводит человека, меняет у человека мышление и образ жизни, от такого негативного, беспутного к позитивному. Когда видишь, сколько много трудов было положено в эту землю, чтобы она приносила урожай, чтобы она была опрятная, приносила плод свой, вспоминаю слова одного классика. Я не являюсь его сторонником. Это Маркс был такой вот, сын Равина, который писал сочинение в юности о Господе Иисусе Кресте, а потом стал воинствующим атеистом. Так вот, он приводил слова одного мыслителя о том, что мать земля богатства, а труд, где ее отец. Так вот, чтобы эта земля дала свой плод, нужно положить немало труда. Но этот труд нужно организовать. Есть люди, но должна быть инициатива, должен быть план действий. И этот план действий, эта инициатива, я вижу, есть слепотеряевка. Есть люди, которые этот труд организовали, подняли, приняли участие. Вот в этом меня сюда и потянуло, посмотреть своими глазами и вложить свою лепту в тот большой труд, который тут проделан. И в дальнейшем буду молить Бога, чтобы мне была возможность такая сюда приезжать во время отпуска хотя бы и проводить здесь время с пользой для тела, для души, использовать для своих друзей, единомышленников, православных христиан. Здесь живут настоящие православные люди, которые помнят запад Бога, данную нам, чтобы мы трудились в поте лица своего. Не выдумывали, где бы найти работу, чтобы не работать и деньги получать. А такой труд, который и телу полезен, и разгоняет всякие болезни. Тут, кстати, нету ни медпункта. Казалось бы, это плохо. С другой стороны, это заставляет человека думать. Думать, чтобы ты свое здоровье укреплял, не болел. А для этого надо вести здоровый образ жизни. Тогда тебе никакая медицина не потребуется обычная. Ну, есть случаи, когда нужно операцию делать не без этого. Но очереди эту больницу точно не будет никогда. Потому что люди понимают. Помощи ждать, особенно государству, не приходится. Вот. И больше нужно надеяться на Господа, на Бога надейся и сам не плашай. Вот здесь люди и трудятся, надеясь на Господа и сами много чего делают с Божьей помощью. Слава Кресту! Слава Богу за все! И слава